Субтитры делал DimaTorzok Свет на улице работает, что есть очень хорошо, фонар, то есть всю зиму исправно работал, по вечерам включается, по утрам выключается, отпугивает всяких нехороших людей, создает видимо, что здесь кто-то есть, свет горит всегда, а в избушке тепло, в избушке хорошо, вот моя жена красивая ходит, тут улыбается. Так, ну-ка посмотрим, температура 20 градусов, это есть хорошо, это самая такая хорошая температура. Очень много привезли барахла, всю зиму готовили, сейчас расфасовали немножко, раскидали так, это барахло лежит в душ, надо идти. Товарищ майор, разрешите доложить? Давай, я не поснимаю. Долго не снимай, только, а то люди испугаются. Ой, нет. Короче, нефрейтор Шурбанов одет поустал, по форме как положено, кальсоны зимние, зеленые, чуть-чуть порватые. Я их не показываю, я не показываю. О, хорошо, слава богу, все, все, давай камеру сюда, блин, а то всех подписчиков потеряю, блин, если кальсоны мои покажешь. Так, тетя Оля сказала, картошкой уже пахнет, короче, запекает она картошку там в духовке, открывать нельзя, да, тетя Оля? Да. Тепло выбежит оттуда, ну, короче, такая порезанная запекает. О, свет, там есть свет, картошка со светом. Просто без всего. О, говорит, мы бедные, просто вот это, у какого знаменитого художника была картина, Ван Гог, по-моему, да? Картофель Эссер. Семья сидела и кушала картошку просто. Батарейки везде заменил во всех часах, стохли за зиму. Так что мотаем на ус, на следующую осень вытаскиваем все батарейки, все равно за зиму сдохнут. Так, что еще там наверх закидали барахло немножко, подушки привезли всякие, сапоги охотникам привезли, которые к нам приедут. Так, 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 что еще? Это пойдет в гараж, всякое-всякое, тут барахло очень много. Так, это в домике там всякое. Санэпидстанция предписала, чтобы на каждом матрасе были эти непромокаемые такие, если их кто-то описывается или вообще по закону положено. Так, здесь не будем показывать или покажем. Это спальня, короче. Наводись, камера, наводись. Фокус наводи. Ага, балдахин с лета остался от комаров. Привез я все эти камеры, чтобы за медведками наблюдать. Эти воки-токи привез. Где-то еще есть пара. Несколько штук я дома оставил. Ну, решил, что хватит столько. Время выставил. Патрон с пулей есть. А, раз про патроны говорим, вот они, наша радость. Вот это мелкашечные. Видите, 29,95, 30 баксов, 525 штук. Ну, дерьмо полнейшее, по-моему. Я их пощупал, они все болтаются там, я не знаю. Ну, через раз, это будет. А вот это вот раскошелился, 9 миллиметров, где я купил. Ну, короче, там у нашего местного в охотчем магазине пошарился. Пошарился и, ну, там это, чем больше упаковка, тем дешевле стоит, короче. Один патрон в средний слой. Так, это 89,95. 90 баксов. Представляете, на сто 250 штук. Мегапак. Ну, там простые пачки такие. Вот вам же, наверное, интересно. Вот, наверное, же хотите, чтобы я показал, а я вот возьму и не покажу. Вот это, прикину, что я козел. Короче, пачка не открывается, не можем показать в следующий раз. Да, там простые пачки, обыкновенные, просто их много. Так, а вот лучше, давайте вот это будем жрать. Вот это вот, это хороший такой штудель, или как там называется, внутри с яблоками. Так, а эту бутылочку я не забыл, прихватил. Сегодня хряпну, блин, на радостях хряпну, честное слово. По таким снегам, по таким отвратительным погодам, дорогам, блин, привезти последние грузы, еще и задвинуть все, поставить на место. Я уж недовольный, надо обмыть. А зачем я пришел к столу, что я хотел показать? Товарищ старший помощник Соколов, разрешите обратиться. Ефрейд Шурбау, короче, к этому, к заучиванию, к выучиванию, короче, это, новый по уставу строевой песня приступил. И, короче, начинает разучивать. Короче, первая песня будет пройдем по Смородиновой. Потом зайдем на Жимолостную, а потом на Ежевичной постоим в тени, а потом еще Персиковые, а потом еще Малиновые, а еще Яблочные, не, Клубничные. Зовут меня они, и вот Яблочные. Это пока только так привезли, для начала. Ах, вах, вах, вах. Мы вообще-то не уедем, наверное, вообще. Не, ну тебе надо, тебе надо автобусе ездить, а я здесь останусь. Я с медведями, короче, мы скинтуемся. Они сало, а я вино. Мир, дружба и любовь. Ну вот, вроде все рассказал, все показал. Вообще хорошо, избушка пережила все. Мышеловка пустая, это хорошо. Значит, они зимой не бегали. Ну еще свежо, так немножко, знаете, отовсюду все равно холодом тянет немножко. Это ноль было же везде, да? Ну так это все нагрелся воздух, а предметы еще не прогрелись толком. Ну, кирогаз, хорошо так кочегарит, печурка, очень хорошая печурка, грех на нее обижаться. Когда-то у нее встроенный мотор был, но его уже давно нету. А мы вентилятор ставим сзади, там, отечество есть туда дует, и отсюда прямо вот так вот горячий воздух ширует. И отсюда бывает тоже. Сейчас нет, подавала совсем закрыта, совсем закрыта. А вот этот вентилятор раскидывает тепло. Ну, а особый уют нашей избушки создает что? Собачка наш. Наш собачка. Ему новая одеялка с новым поддельником. И он лежит на улице, намерся, охранял нас. Вот здесь его хавчик, его не водичка. А кушаем уже все. Ну, и любимое место у печки. Но когда я лягу в кровать, что вы думаете? Это место сразу становится нелюбимым, и он прется туда и ложится там возле кровати на комнату. Тотя Оля уже смирилась. Я тоже. Если бы он, блин, вот по утрам, когда медведь приходит в гости, если бы он меня не будил, у меня аж обморок, аж инфаркции, честное слово. Бог, бог, бог. Представляете, спишь там в 6 утра, и вдруг у тебя над духом, блин, такой лай. И потом рвется, рвется. Я его выпусти, выпусти, хотя не я, сейчас этих медведей. Я его выпускаю, а он дулю. Понтуется только, как Илья тоже. Ну, теперь у нас пистоли будут. И 250 патронов. И вот на этой торжественной ноте мы закончим, наверное, репортаж. А нет, тут еще надо показать, да? Ну, извиняюсь. Все нормально пережило, короче. Только вот здесь вот шланг это отмерзло. Вот эта смазовая штучка под этим, под этим, под этим вот это. Вот, вот, видно? Вот, вот, вот. Блин, ну ты, я же залил, знаете, вот этим красным, да? Специально антифризом таким. И, ну, все нормально, да? Вроде везде, вроде не размерзло. А видите, вот здесь вот чуть-чуть водичка собралась, наверное, и размножился. Здесь кран размерзся. Ну, это, я думаю, тут не только кран размерзся. Вот этот бронзовый, он закрытый. Если вот крошка, да, струя туда, надо купить кран, заменить. Это идет туда, к домикам вода. Там сейчас воды нету. Ну, вот так вот как-то. Самое главное, я привез себе много-много мыла, потому что мыло у меня идет со страшной силой, блин. И зубной пасты я много привез. Все, теперь можно здесь жить до осени. Ну, все, картошка пусть печется, я побежал в душ. А потом будем разговаривать с обликосовой, с каштановой, и на тенистой смородину, и поставим в тени. Спасибо, товарищ старший помощник Соколов, за то, что надоумил изучать устав. Будем стараться и впредь. Служу, короче, винному искусству. Бахусу, во, Бахусу служим. До свидания. Обши-то, наверное, я мудак. Вот люди спрашивают меня, спрашивают, а я им как мудак всякие нехорошие вещи говорю. Вот ребята спрашивают там, а как тебе на гуся приехать, а когда лучше? А я им всегда говорю, ну, не знаю, когда лучше. Не могу я гуся контролировать, Аллах контролирует. А я думаю, сволочь, мудак, да его. Потому что 22 апреля ходим, гусь молотим. 23 апреля ходим, гусь молотим. 24 ходим, тоже гусь молотим. Может, даже 25 гусь молотим. А 26, вот скажем, приезжает, дорогой, будем гусь молотить, а дулю нафиг. И 27 не будем, и 28 не будем. И может, даже 29 не будем. Вот, а люди, ну, сволочь, мудак, да его. А потом ребята спрашивают еще, а когда на мельбете? А я говорю, а не знаю, а скоро, а может. Думают, ну, че, как девочка ломаешься. Ну, сказал бы, по-честному, так это когда. Вот спрашивают, ребята, когда на охоту? Я говорю, сейчас, прямо сейчас. Пойдем на охоту, блин. Пошли. Все, вместе оделись, все, пошли. Динамик, идем на охоту. Все, пошли, пошли. Пойдем. Избушка тепло, пешка горит, все, у нас дрова горела, вообще даже пооткидывать не надо. Сейчас сапоги одеваю. Тут сапоги у меня есть. Так, ребята, только идем вместе, договорились? Тоже идете? Все. Все, пошли на охоту. Готовы? Берите ружбайки, берите хорошее настроение, ставьте подсадные, идите на охоту. Кого будете охотить? А? Медведи, гуси, утки. 26 апрель, Канадостан. Заимка. Чуть-чуть еще сидим, чай пьем, потом вообще хрен выедем. Дождь идет. В твердом форме. Теперь знаете, почему на гуси так не очень можем планировать охоту? Как Аллах скажет, так и будет. А ты так планируешь, планируешь, что он раз и перечеркнул все твои планирования. Даже дверь заколебал, стучал, стучал я его рогом, припер так. Вот так. Начинаем на охоту. Пошли. Пойдем охотимся. Камера, наверное, не очень понравится, такой охот. Он, наверное, сейчас сдохнет. Ну, короче, я вот сейчас так ладошком закрываю его от снега, так это, чуть-чуть, все равно, блин, чуть дырка не упал. Надо пол ремонтировать. Короче, тут это, единственная охота у нас, вот этот вот, вчера капканы поставил, сейчас лежит, бум, кто-то попался. Смотрим, кто попался. Видите, кто попался. Однако, добрый день, дорогие товарищи, перед вами академик Курчатов. Забыл должность, короче, мой какой называется. Короче, мастер-специалист по метеорологическим наблюдениям, сводке погоды и климатические дизастеры. Хотим, однако, прояснить один вещь. Канадостан, климат очень интересный. И, и шо, включили камеру, хотим объяснить вам. Думаем, утром выступали этот, ефрейтор и щурбанов, он был с Бадуна, очень такой сердитый, злой, и, наверное, не очень понятно объяснил. Короче, климат, Канадостан отличаются очень специфические условия. И поэтому, когда многократно ребята просили, а аутфитерствовать можно, а гуси стрелять можно, то после некоторых многочисленных такие, многолетние попытки, этот идея был похоронен. Потому что с медведями все кристально чисто и просто. Майя кричит, Мишка, подъем! Хоть там солнце, хоть снег, хоть дождь, он поднимается немножко. Который крупный Мишка, который очень такой упитанный и очень много кушал прошлую осень, тот дольше спит, тот дембель, он аж в июне только поднимается. А потом, когда осень, он уже спать идет. Даже пусть там хоть что там это, а он все равно не, не, говорит, ребята, берлога нашел, чуть-чуть прохладно стало, мой улетает, говорит, в берлога на зимовку. А вот с птички совсем по-другому. Бывало, приглашали гости друзья. И каждый год был один и тот же песня. Ой-бай, ой-бай, не пойму, что такое, куда птица подевался. Прошлый год как раз в этот день стрелял, все черно было. Сейчас с тобой сидим, дуля вообще никто не летает. И когда мы после такой многократной попытки убедились, короче, что в Африке носороги ездить стрелять, это очень трудно. Надо, короче, жить в этом Африке. И тогда охотиться легче. И поэтому, вот, если живешь в этом районе, то тогда просто выбираешь, подстраиваешься под природные катаклизмы и охотишься. И получается исключительно хорошо. А если вот так наскоками выбираешь, то вообще никак не получается. Совсем плохо получается. Ну, надеемся, что объяснили. Еще раз подведем итоги и подчеркнем, что год на год не сходится. Погода всегда разная. Птица ведет себя по-разному. Земной шарик тоже там через Вселенную летит как-то по-разному, потому что Вселенная постоянно расширяется. Постоянно, беспрестанно. Это нужно очень хорошо запомнить. И, короче, если ребята спрашиваете, вот, когда лучше на гуся, не знаю. Не знаю. У нас после 15 октября разрешают их стрелять и днем, и утром, и вечером, да, потому что до 15 октября темных гусей и казарку можно стрелять только до полудня, до 12 часов. И вот я всегда ждал 15 октября. И после 15 октября, ну, просто можешь пойти вечерком и на вечерние зорки, когда утром стреляешь, тоже и гусей еще. Вечерние зорки нельзя говорить, да. Ну, потом пригласил друга, он взял билет на 15 октября, прилетел, и гусей было мало совсем, птицы было мало, ходило вяло, и я так зарекся. А потом у нас один раз был год 10 октября, ударил такой мороз, что замерзла везде вода. Я помню, мы там чуть ли не землю долбили под снежком, там эту морковку выковыривали. Через пару дней опять все потеплело, и водоемы оттаяли, и то-се, а птица уже не вернулась. Все, они уже передвинулись на юг дальше, и у нас был голяк всю осень как-то. И вот кто успел, потому что в сентябре считается, о, сентябрь, еще птица не пришла, еще тепло, еще уточки плавают, то-се, там это не оперившись, еще линька там не закончилась, то-се, подождем, подождем, и вот так вот ждешь, и там в конце сентября, в начале октября начинаешь охотиться. И кто вот под этим девизом в тот год вот так вот сентябрь прошлепал, тот в принципе и не поохотился. Поэтому очень тяжело, ребята, очень тяжело с этими. Это все зависит от погоды, от погоды, от каких-то других условий. Поэтому действительно, если вот здесь живешь, то выбираешь момент и выскакиваешь и охотишься. А вот так запланировать за год это. И поэтому мы отказались от такой идеи, заниматься гусями, так очень серьезно приглашать людей. Все-таки, когда берешь серьезные деньги, нужно обеспечивать серьезные охоты. А это можно обеспечить, в принципе, наверное, только с медведями. На лося, на морал, это тоже как удача повернется. И это сейчас так все говорят. Да бог с ним, мы бы и дачу. Главное, знаешь, поехать, поискать. В этом же есть как раз этот смак. Я хочу на вас посмотреть, когда вы с сумками и с голыми, с пустыми руками уезжаете назад, просадив несколько тысяч, отдав какому-то дяде за эти надежды, за этот адреналин. Все-таки хочется и трофеи, знаете, иногда. Ну вот так вот как-то. А мы пойдем дальше месить снежок. Красота! До свидания! Ну вот, все стоит на месте. Вовремя успели. Хорошо, что мы вчера до позднего вечера работали, все сделали. Сегодня представляете, да, по такой погоде ничего бы не сделали. И все укрыто снегом. И оркестр укрыт снегом, словно ватой глухим снегом. И музыка слышна. Едва, едва. Закончился наш проект, ребята. Загружаемся, едем домой. Посмотрите, какое у нас лобовое стекло. Не хочу на улицу камеру выносить. Снег идет до сих пор. Ну, такие мелкие уже, переходящие в дождь. Дорога вроде ничего там немножко, вон черненькая. Это хорошо. Ну, капитально снегу подвалило, капитально. Сейчас пробежимся дела, закончим быстро, еще мелочи. Савраску завели, прогреваем и поедем домой. Побежим домой. Едем домой. Попросил тетю Олю включить камеру, показать. Встречное движение иногда бывает. Ну, вообще, я считаю, нам очень повезло на дорогу, посмотрите. Теперь видно, почему у нас одни пикапы или эти SUV их называют, да, внедорожники или как. Ну, смотрите, вот в апреле, в мае еще такая фигня может твориться. А домой-то хочется добраться. То есть, четыре ведущих, это почти что жизненная необходимость людям, кто далеко живет, там на севере, допустим. Ну, сейчас нам повезло, видите, снег перешел в дождь или переходит потихоньку, и на трассе как-то это все отошло, это. А то был просто снежный покров такой глубокий, ну, можно было ползти только потихоньку. А так народ мчится теперь. Ага. И мы тоже потихонечку едем домой. Будем надеяться, что там впереди может меньше было снега. Да. На юге, да? Да, да, да. Ну, колбака бензина есть, настроение приподнятое, снег крупными хлопьями не идет. Вот. Едем домой. Ждать весны. Уважаемые товарищи, зрители и слушатели, перед вами Академия Курчатов, представитель метеорологической науки. Наши ученые в нашем отделе плотно и занимались изучением различных природных феноменов. И, короче, с удивлением обнаружили, что бывает такое дождик, когда идет и солнышко светит. И в народе называется слепой дождик. И наши ученые подтвердили, что бывает также слепой снег. Вот сейчас в данный момент не такой редкий феноменон наблюдаем. Нет. Снег немножко идет в перемешке с дождем и в то же время солнышко выглядывает и светит. Получается слепой снег. Если никогда вы в жизни не видели слепой снег, то вот сейчас в данный момент мы его наблюдаем. Будем, однако, снимать на фотокарточку и отправлять в Академии наук и подавать на Нобелевские премии. Такое редкое открытие. Проверяем протектор на прицепе и видите, какой мощный протектор. Видите, какой печаток четкий. Короче, заставил тетю Олю работать. Пусть снег немножко покидает. Мы решили чем домой везти, столько много снега, лучше оставим его здесь на севере. Так, тетя Оля лопату нашла. И что же солдатская смеха работает? Рапоти, рапоти! Немец мне говорил в Германии рапоти, рапоти! Товарищ старший помощник Соколов, разрешите доложить? Полет проходит исключительно нормально. Идем набреющим против ветра. Расход короче, нормальный. Преодолеваем такой северный полюс или что, кругом все белый-белый, что-то непонятно ничего. Где находимся? 100 километров продвинулись на юг от нашей заимки, короче. Продвигаемся дальше на юг. Если обстановка изменится, выключим камеру и покажем, и свяжемся, и доложим. Но пока что-то очень белый-белый можно заблудиться прямо, как белый лист покрывала на бумаге. И хочу очень, чтобы мы оставили на нем свои следы. Товарищ майор, разрешите доложить. Продолжаем следовать маршруты, короче, южные направления, короче, от заимки почти 200 километров отъехали. Смотри, какое изменение. Короче, белый-белый снег немножко тает, а дорога почти сухой. Товарищ старший помощник Соколов. О, извиняюсь, забыл, по уставу надо это шифроваться. Сокол, Сокол, я бесец, слева танки, нам конец. А вы что подумали? Конечно, конец, конечно, капец. Короче, это, продолжаем следовать южные направления, товарищ Соколов. Короче, это, куда, где штаб квартира, пока обстановка исключительный. Дорога вообще сухой, хоть боком валяйся. короче, так намереваемся, предполагаем, что когда да, 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 прибываемся, короче, до последней точки назначения, вообще все будет сухо и вообще снег не будет, вообще юг будет, короче. это наш отпуск, на юга едем, короче. Кто-то уже приехал на юга. Нет, это он, насосом у него там сзади он качает, водичка. Ах ты. И вообще здесь в Канаде вал отбора мощности называется 3-point hitch, короче, там на трехпантовый, короче, три различные операции можно выделывать. Кончайте всякие фигня говорить, выключайте камеры, не надоедайте людям. Ну, а это вот уже наши места. Снега у нас почти не было. В этот раз нам повезло. То есть, вся птица с севера теперь оттянулась. Вот у нас как раз граница тут ближайшие 30-40 километров. И будет вся птица здесь пока крутится, пока там снег не растает. День-два. Что есть очень хорошо. Что есть плохо, что я очень устал и подпростыл немножко, приболел, наверное. Так что на сегодня вечером охота отменяется. Ужин. Возможно, парикмахерская. Горячий душ. Если будет время лаптоп проверить, то почту попробовать ответить. Ну, а если будет много-много времени, то может и фильмец какой состряпать и загрузить. И на этом все. Вот так вот бесславно закончились наши поездки. Последняя поездка. За последние 8 дней мы проделали колоссальный объем работ. Тетя Воля открыла свой блокнот, посмотрела, подсчитала. Сколько тысяч километров? Ой, 3000 километров за... Всего? Да, 3300. За неделю, да? Нет, за месяц, за апрель. Пять рейсов я сделал. В прошлое воскресенье мы отвезли банку, а до этого был еще один рейс с грузом. После банки контейнер, а потом еще два рейса с грузом. Да. Сейчас мы более-менее расхлебались. Ну, вот так вот возвращаемся с заимки домой, чтобы передохнуть, загрузить машину и через несколько дней уехать на заимку на постоянное место жительства. Всегда. До свидания и спасибо за компанию, как всегда. Да. Попробую увеличить немножко. Ой-ой-ой, тогда все начинает прыгать и ничего не видно. А вот такие вот пейзажи очень часто повторяются в наших местах. Представляете? Вот так вот найти бы товарища, который бы согласился рано утром выехать вместе, расставить подсадных и в лежаночках лечь и подождать их. И отстреляться по-настоящему не по-детски. Да. Но, увы. Таких охотников очень мало. Редкость. Большая. Ну как? Ваше нету. Ваше нету. Нет, нет. Только ты один. Один ты остался. На этом континенте и на всех других один. Да. Ну и я еще тебе помогу. Ну, остави его так языком. Дядя Вова, мы поможем мы тебе это самое отобьем от белых гусей. Какой уже? Который год сам отбиваюсь, блин. Потом они кончаются, стволом машешь, блин. А ребята говорят возьми культур, приклад, об дерево. А чем я от гусей отбиваться буду, блин? Культур хоть какой, хоть не стреляющий, но все равно оружие, правильно? Ну, живите, гуси, живите. Размножайтесь на счастье и на радость нам.